я недавно как вы знаете была в поездке и пришло время обратно возвращаться в рутину как бы не хотелось и вообще мне кажется как будто меня не было месяц несмотря на то что я мало довольно таки отсутствовала это повлияло на мой график и вообще в принципе в конце года моя продуктивность как будто очень упала и я хочу это вернуть обратно если вам знакома то напишите в комментариях я надеюсь я такая не одна но как будто в марте-феврале у меня было гораздо больше сил и энергии сейчас это не так но опять же таки в этом видео буду пытаться вернуть все обратно я понимаю конечно что название продуктивности вообще все слова относительно каждый понимает по-своему но чисто по моим ощущениям я раньше успевала делать больше дел в общем давайте не загоняться а сегодня в этом видео вы увидите несколько дней из моей жизни на самом деле строчка про то что не хожу в университет это не кликбейт меня не было в университете уже две недели и почему я расскажу также в этом видео так что если вам интересно то оставайтесь со мной лог кстати начинается с выходных там также будет пасха и дальше вы увидите как начинается моя неделя если честно немного странно появляться на канале учитывая то что последний раз вот такие вот сидячие видео просто про мою рутину я снимала очень давно наверное где-то недели две с половиной назад но сейчас я быстренько так сказать catch up на все что было за это время как вы понимаете за это время успела съездить в италию успела уже выложить два видео оттуда кстати если не смотрели обязательно посмотрите давайте расскажу сейчас что происходит сейчас кстати у нас пасха воскресенье я конечно всех поздравляю с этим замечательным светлым праздником и также кстати нам на все майские праздники а то есть 1 по 11 вели дистанционку поэтому мы не ходим в университет у нас проходит пара дистанционно онлайн и первый раз пара были вот в пятницу в субботу были вчера и кстати там было очень весело и я имею ввиду весело потому что нужно было очень много всего сдать и как бы на следующей неделе тоже у нас всю неделю дистанционка на самом деле это удобно и мне это нравится потому что я только приехала ничего не успеваю и для меня это прям идеальный расклад хотя бы мне хватило бы недели но тем не менее тоже классно еще помимо этого на меня навалилась курсовая работа по предмету который называется исследование операций в общем если вам ничего не понятно то я не буду объяснить потому что это очень долго эта курсовая включает в себя решение задач я вам сейчас даже покажу и на самом деле это довольно-таки трудно и сложно и долго потому что одну задачу я могу решать четыре часа могу пять часов потом что-то не пойдет и придется перерешивать все заново я еще не доделала ее мне осталось решить одну задачу плюс все оформить то есть сделать теоретические справки дописать там выводы и все вот это короче такое большое оформление и также одну задачу самая сложная уже позади поэтому я уже наверное может быть сегодня даже завтра я просто не могла этим не поделиться я из италии привезла потрясающий набор лего просто не спрашивайте как я увезла там была огромная коробка мы расфасовали по пакетам даже купили для него отдельный чемодан я вам покажу что я уже построила здесь например есть такой колодец я еще не собрала все воедино поэтому все такими вот кусками я еще не пошла до этого пункта так скажем но очень классный набор это набор белоснежка я потом вам наверное вечером подробнее попоказываю но мне очень нравится хочу вам показать очень классную фишку macbook плюс айпад которые вы также можете использовать если у вас они есть это очень удобно и позволяет использовать ваш планшет как второй монитор сейчас покажу для этого я нажимаю вот сюда в пункт управления дисплей и настройки дисплея здесь я нажимаю на кнопочку добавить монитор можно привязать клавиатуру и мышь и то есть управлять вашим устройством но мне это не нужно не нужно видео повтор или расширение монитора можно выбрать любое устройство я выбираю как раз таки свой планшет можно сразу несколько и здесь я могу смотрите вот мой ipad вот мой macbook я могу перетащить вот сюда экран я потом объясню как это работает и почему но я обычно работаю так потому что мой ipad сейчас непосредственно стоит вот здесь а также я могу делать настройки монитора для того чтобы использовать его как-то по-другому здесь также сбоку есть все кнопки я могу также все нажимать и apple pencil работать из-за того что сейчас у меня очень много разных файлов для курсовой в том числе и каких-то примеров и где-то что-то я рассчитываю где-то что-то я смотрю просто теорию я открываю например давайте откроем сайт моего университета то есть смотрите как я делаю просто беру перетаскиваю у меня появляется все на айпаде это очень удобно и не знаю у меня прям нравится и я поняла что в какой-то такой работе мне нужно побольше желательно экранов это очень удобно кстати говоря это первая курсовая работа вообще за всю практику то есть сейчас я учусь на втором курсе четвертый семестр наша первая курсовая на самом деле это не прям полноценная курсовая потому что у меня нет научного руководителя просто всему нашему потоку дали каждому индивидуальный вариант всего есть в этом варианте пять или четыре задачи по моему пять задачи довольно таки трудные честно скажу я долго с ними сидела где-то вообще не понимала как решать но со временем разобралась это кому интересно немного покажу мою курсовую здесь у меня уже сколько 22 страницы еще правда не написала теоретический блок как бы я его то пишу то не пишу в общем где-то его вообще нет здесь у меня первая задача с графиками переделывая эти графики знали вы бы сколько раз очень много ну здесь все посчитано 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 второе задание вот теория также есть на самом деле это очень больно ворде все это делать эти даже таблицы и они молчуют про x1 x2 потому что все это вручную все это очень долго это нужно включать формулы и это не очень удобно все вот эти пометки знаки и это наверное занимает большую часть времени чем даже решение самих задач я и моя эмоциональная стабильность мне понравилось как выглядит мои волосы хотя я их помыла с утра поэтому я их убрала в общем сейчас мы собираемся к родственникам а вот такой вот у меня сегодня лук очень нравится эта кофта я купила как раз таки время это кстати эйчин дэм и на мне обычные джинсы хотелось как-то красиво конечно все таки пасха мне кажется каждый год у меня какие-то такие прикольные весенние образы на на улице 0 градусов сегодня не удивляйтесь у нас даже вчера шел снег поэтому никаких весенних луков о них вообще речи не идет последнее время я вообще задарили сладости начиная с того сколько я привезла с собой заканчивая тем сколько у меня в последнее время появилась я не успеваю их есть у меня просто реально целый ящик на кухне в сладостях мне кажется лет пять назад я бы это все съел но сейчас у меня уже нет столько сил в общем не дали вы такую штуку попробовать если кто-то пробовал в комментариях мне интересно что это это как нектар здесь у нас необычные такие вкусы манго и канат пайнэпл уже еще вот смотрите вот такой очень милый пасхальный набор и еще один такой же только побольше здесь написано праздничные наклейки рецепт внутри кстати да тут какие-то наклейки m&m's m&m's milky way sneakers и twigs еще рецепт я конечно не готовлю но это забавно такие вот милые наклейки а еще смотрите какая кьюти пасхальная кружечка я ее поставлю уже сегодня буду из нее пить чай здесь вот такой вот милый зайчик мне он очень нравится в общем сейчас кстати время уже пол шестого и я буду идти и дописывать сейчас курсовую работу я не доделала то задание потому что все что вам сняла буквально вот это и сделала не помню говорила вам или нет но хочу сказать про то что в последнее время мне гораздо сложнее сфокусироваться и настроиться на какую-то работу мне кажется это связано с тем что в этом семестре я практически не учусь я имею ввиду в этом плане то что у нас легкие дисциплины и где-то мы вообще не пишем контрольные просто сдаем работы и все и поэтому у меня в этом семестре не было какой-то слаженной такой работы как обычно то есть не было подготовки к чему-то единственное что меня ждет это экзамены я уже уверена что на несколько экзаменов я точно пойду кто не знает у меня будет есть такое что если набираешь определенное количество баллов ты можешь поставить экзамен экзамен автоматом но скорее всего в этом семестре у меня не все выйдет скажу точно поэтому мне придется писать экзамены как я уже сказала это единственная будет сложная работа за весь семестр наконец-таки я зашла на этот сайт отправила курсовую можете мне поздравить время уже 10 вечера раз пойду уже ванную смывать макияж так далее кстати здесь у меня манго джус я попробовала мне понравился очень вот и наверное на этом я больше сегодня ничего не буду показывать просто я как-то подустала и также есть еще очень много дел в телефоне которые мне нужно сделать поэтому увидимся с вами уже завтра так ребята всем привет сегодня уже следующий день время 10 утра и я монтирую ролик который выйдет сегодня на самом деле у меня немножко сбилось мое расписание выхода видео сейчас я в него обратно так скажем вхожу потому что все таки поездка она очень многое сбила в моем ритме жизни сейчас я уже возвращаюсь обратно к своей рутине так вот я как видеть в процессе монтажа нового ролика практически только начала и у меня есть час примерно того как мне нужно собираться потому что сегодня еду в университет да у меня дистанционка но нам нужно будет сдать нормативы по физре у нас до сих пор такое есть и я сама не знаю почему если честно ну и конечно смешная вырядилась так сдавать нормативы как будто я не знаю но просто захотелось ничего не скажу что делать с этой собакой это не собака это кот похож на кота бег очень измотал меня в принципе любому человеку не полезно бегать без разминки а уж тем более мы пробежали 177 километра за 12 минут я не знаю хорошо это или нет мне пофиг на хорошо это или нет мне просто было очень плохо и сейчас я все раскисла и такая погода на улице просто какой-то сумасшедший ветер пыль надувает глаза и как бы находиться там особо много невозможно в общем я уже строила планы даже на следующие дни бы на завтра на послезавтра с учетом того как будто мне нет лекций и вот только сегодня как бы в процессе сейчас монтажа видео и такая блин у меня же лекция смотрю на время она сейчас про начнется в общем я подключилась там и после этого будет еще одна лекция на более важная потому что мы будем писать тест на нем не обязательно прям нужно прийти потом кстати вечером поеду погулять поэтому как-то так давайте делать дела мне еще нужно смонтировать несколько роликов шоц в рилз потому что я откладываю уже больше недели а идеи есть и почему бы это не не осуществить если реально и желание всем доброе утро сегодня у нас вторник и сейчас у меня начинается онлайн лекция через 20-15 минут поэтому сейчас я привожу себя в порядок мы подключаемся без камер но все равно как бы сейчас я буду делать утренние процедуры ухода за собой покажу вам что я использую и быстренько пробежимся по всему перед тем как я пойду на лекцию кстати мне довольно таки густые волосы и иногда бывают всякие колтуны и сложно расчетать волосы и в этом случае обычная моя расческа не справляется потому что это довольно таки болезненно здесь мне помогает вот эта вот расческа я думаю вы знаете эти тэнгл тизер у меня она кстати вроде бы настоящая вот такая вот и также я всегда ее с собой куда-то беру потому что она маленькая компактная и вообще очень круто справляется своей задачей мне раньше такой не было но вот я купила где-то в начале этого года и теперь она меня очень спасает а я конечно последние дни стараюсь ложится раньше и так далее но я скажу что у меня не так получается потому что когда у меня есть дисциплина когда у меня идет учеба прям реально очная у меня как будто и распланирован весь день сейчас у меня такого нет сегодня буду использовать вот эту штуку для умывания она как бы справляется с проблемной кожей потому что сейчас у меня не очень поэтому будем использовать ее в этот день у нас была одна онлайн практика по предмету который мне нравится и далее была также лекция и после этого я приступила к выполнению задания по истории меня не было на паре одной и поэтому мне приходилось отрабатывать ее сейчас время уже 12 часов дня и у меня прошло две пары дистанционных первая это была типа практика но мы пришли нам дали контрольную мы ее написали вот и сейчас была еще одна практика где мы сдавали работы по программированию сдала самую последнюю поэтому больше могу не ходить но вообще эта пара стоит в середине дня поэтому я не знаю но на самом деле сейчас вот конец года и особенно когда мы выйдем дистанционки останется учиться две полных недели только и прикол в том что очень много пар уже не будет скорее всего потому что мы все прошли все сдали и либо у нас будут такие дыры в течение дня либо вообще мы будем учиться там одну пару в неделю и то она будет где-то середины это немного неудобно потому что мне бы хотелось чтобы один день неделю было пять пар в остальные ничего не было но конечно такого не будет вот а сейчас я уже буду обедать и также хотелось заранее сделать задание по истории по что следующая пара у меня история нам там дают задание которое мы делаем отправляем поэтому я хочу себя пораньше освободить сегодня поехать гулять потому что погода просто потрясающая впервые за много-много дней сейчас плюс 18 градусов я просто смотрю вот здесь написано я не успела сразу сшучить голову поэтому просто заколола волосы чтобы не мешали я очень смешно так выгляжу мне кажется я похожа на кого-то шрека я конечно очень добра к себе но это кстати очень удобные клипсы я их купила себе для того чтобы делать макияж вот так волосы убирать очень классно не знаю я давно хотела такие штучки только сейчас зашли руки и заказать мне уже просто не терпелось вам показать мой набор лего поэтому сейчас показываю итак это первый этаж делаем быстрый обзор на первый этаж здесь у нас трапеза несколько гномов я их здесь все расставила потому что чтобы их не потерять мне нравится насколько все детально проработанное даже каждая мелочь в этом доме если вы присмотритесь можете всегда найти что-то интересное в общем да это был первый этаж здесь также была снежка принц все как нужно и кстати здесь еще есть подсветка сейчас вам покажу класс да это у нас приложение первого этажа которая соединится вместе с этой частью здесь у нас есть такая вот уютная комнатка возможно это как даже зал здесь есть рояль и также небольшая кухонка поднесу вот так чтобы вам было лучше видно наборе была огромная инструкция вот такая вот красота мне должна получиться я видела это лего в собранном виде там на витрине получается стояла вот эта вот красота и это лего вышла совсем недавно в феврале очень классная серия посвященная белоснежки а сейчас я вам покажу здесь есть такая вот прикольная справка из мультфильма и тут написано что вы знали что белоснежка это был первый полнометражный анимационный именно фильм дисней я думаю что довольно таки забавно и я об этом не знала вот здесь изображены также все персонажи и здесь есть подробная инструкция как и во всех наборах лего но мне также нравятся вот эти вот исторические справки здесь довольно таки много страниц я сейчас где-то на чуть дальше чем середина сейчас я уже на восьмом пакетике всего пакетиков примерно штук 14 или 15 коробка была очень большая конечно мы ее с собой не привезли но привезли все пакеты и все что было внутри вот так вот выглядит собственно один пакет здесь находятся детали получается вы их раскладываете и соответственно инструкции собираете именно один вот такой вот пакетик и двигаетесь таким образом дальше где-то побольше деталей где-то поменьше помимо основного пакета здесь еще лежат два маленьких пакета и мне очень нравится эти кристаллики я надеюсь вам что-то будет видно так так Продолжение следует...